Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла. Сегодня мы будем читать и исследовать 12 главу этого послания. В этой главе апостол Павел, первое, рассматривает вопрос о дарах, о дарах Духа Святаго, которые так обильно были испосланы на коринфских христиан. Он обращает внимание на происхождение даров от Бога, никто не заслужил такие дары. Они были и чрезвычайные, и сверхъестественные. Об этом Павел пишет с первого стиха по 11. Вторая тема. Он иллюстрирует аналогии с человеческим телом. Почему в церкви присутствуют разные дары на фоне того, что и в человеческом теле есть разные органы, и один дополняет другой. Об этом говорится с 12 по 26 стих. И третья. Павел говорит нам, что церковь есть тело Христа, и что члены ее имеют различные дары ко благу всей Церкви Божией. Павел заканчивает эту главу призывом искать то, что превосходит все дары. А то, что превосходит все дары, это, конечно же, любовь. А любовь, как мы знаем, это сущностное свойство Бога, ибо сказано, что Бог есть любовь. И мы читаем с первого стиха и ниже. Апостол Павел пишет, 12 глава 1 Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Как будто кто-то вел вас, как животных водят к водопою назад или ведут в бойню. Один мужчина, христианин, рассказывал мне о том, что он испытал очень сильную блудную страсть. Он влюбился в женщину, сам будучи, в общем-то, женатым. И когда созрело вот это решение идти к ней, а она сама приглашала его к себе, он говорит, что он шел, но шел как бы волн на заклание, испытывая ужас и великий страх. И в то же время, говорит, не мог остановиться. И Павел предлагает здесь такой образ. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, то есть идол от вас не звали, они каменные, деревянные, вообще говорить не умеют, так, как бы вели вас, то есть бесы. «Потому, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Почему вот такое сопоставление? Павел как бы рассуждает, вы ходили к этим идолам, вас вводили бесы, сейчас вы христиане, у вас стремление к Иисусу Христу, но кто вкладывает в вас это стремление, если не Дух Святой? «Ибо никто не может поверить в Иисуса из Назарета, в плотника из Назарета, как в Божьего Сына, если Дух Святой не прикоснется к такому человеку». Поэтому Павел и пишет, «потому, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, то есть Богом, как только Духом Святым». В блаженной памяти священник Данил Сысоев пишет, «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Речь идет о том, что если человек находится в особом духовном состоянии, то он не может от сердца назвать Иисуса своим Господом, как только в Духе Святом. Это критерий, показывающий, что исповедание веры в Иисуса Христа, Сына Божия, ставшего человеком, создавшего Церковь свою, спасителя и судью нашего, возможно лишь Святым Духом. То есть в Церковь можно прийти, только если Святой Дух призовет. Поэтому, если вы верите в Иисуса Христа, как в Бога, как в Господа, вы верите не потому, что вам это кто-то сказал, папа или мама, бабушка. Это означает, что сам Дух Святой прикоснулся к вашему сердцу, ибо никто не может увидеть в плотнике из Назарета Бога, если не действием Духа Святого. Но так как мы живем в сообществе христиан, которые все верят в Иисуса, как в Сына Божия и Бога, нам это представляется чем-то будничным, но это не так. Если вы поговорите с аудеями, мусульманами, они не могут этого представить. В их сознании это не укладывается логическими, человеческими, рациональными рассуждениями, вывести эту истину, что плотник из Назарета, распитый на кресте, это Сын Божий и Бог, света от света, Бога истина от Бога истина, практически невозможно. Только действием благодати. Ведь большая часть верующих в Иисуса, как в Бога, они были и крещены, и в таинстве святого миропомазания запечатлены Духом Святым. Святитель Амбросий Медиаланский пишет, «Если мы не можем иначе, как только Духом Святым, назвать Иисуса Господом, то можем ли мы без Его Духа проповедовать?» Это из трактата Амбросия о Святом Духе. То есть человек начинает говорить о Христе как о Боге действием Духа, потому что Дух открывает нам эту тайну. Давайте посмотрим, как один человек из плоти и крови исповедовал Иисуса Сыном Божиим, Мессией и Богом, и как Христос объяснил, как это смог сделать этот человек. Мы читаем Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 17 стих. «Придя же в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах». Сам Христос объясняет, что человек может увидеть в Нем Сына Божия, то есть Бога, и Мессию, если не только Духом Святым сам Отец Небесный прикоснется к этому человеку. Поэтому знай, христианин, Дух Святой коснулся тебя, и ты назвал Иисуса Господом, и веришь в Него. Сам Бог Отец прикоснулся к тебе, и эта тайна открылась для тебя, и стала составляющим моментом в твоем исповедании. Сам Христос верою вселился в сердце твое. Апостол Павел пишет, «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу». То есть в церкви есть разные дары, разные способности, таланты, и в том числе сверхъестественные способности и таланты, которые присутствуют в церкви не по заслугам людей, потому что некоторые чрезвычайные дары превосходят любые возможные заслуги со стороны человека, но действием Духа Святаго, который распределяет этой благодатью, этими дарами, распределяя их к общему благу церкви. Павел продолжает с 8 по 11 стих. «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разной языки, иному истолкования языков, все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Итак, это проявление не разных типов человеческой святости, ибо святость в жизни христианина это просто отражение святости Христа. Дары Духа Святаго это то, что дается нам для взаимодополняющего служения в церкви. Один имеет одни дары, другой – другие, и счастье жизни христианина это распознать намерение Божие относительно самого себя и понять, какой же талант и для чего мне дал Господь. Святитель Авросий Медиаланский пишет, «И так это не относится ни к полноте Духа, ни к части Его, поскольку ни полноты Бога не может охватить разум человека, ни на части Бог не разделяется, но Он, Дух, изливает дар благодати Духа, в котором и почитается Бог, как Он почитается и в истине, ибо никто не почитает Бога, если не вбирает в себя благочестиво истину Его Божественности». То есть Дух один и тот же. Когда мы говорим о Духе Святом, это третье лицо Святой Троицы, и все, что имеет Отец и Сын, имеет и Дух Святой, и все, что имеет Дух Святой, имеет и Сын Божий, и Отец Небесный, кроме ипостасных свойств, лиц Святой Троицы. В Блаженной памяти священник Даниил Сысоев пишет, «Есть самые разные дарования, но подает их один и тот же Дух. Если тебе дан один дар, а другой не дан, то не нужно завидовать. В такой ситуации ты не соглашаешься с тем, кто подал тебе дар, то есть с Богом. Мы не через чье-то посредство получаем дары, но непосредственно от Духа Святого, живущего в церкви. Это очень важно помнить, кто совершает литургию, кто совершает ее. Господь Иисус Христос в Святом Духе по воле Отца Небесного через священника. Ни у одного человека нет власти сделать хлеб телом Господним, а вино кровью Господней. Есть сила Божия, действующая через орудие, то есть священник. Священник — это орудие. Но действует всегда Пресвятая Троица. Почему в блаженной памяти отец Даниил Сосоев обращает внимание на то, что в таинствах действует всегда Пресвятая Троица? Давайте обратим внимание, что каждое таинство церкви начинается молитвой во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все таинства церкви происходят по воле Отца, действием Сына, силой личности Духа Святаго. Апостол Павел пишет, «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Христос в экклезиологическом измерении, то есть по отношению к церкви, он голова, то есть голова, а церковь – его тело. Павел продолжает, 13 стих и ниже, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обаяние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. То есть Господь наделяет церковь дарами через отдельно взятых людей для блага всего организма церкви. И далее мы читаем 19 стих и ниже. А если бы все были один член, то есть все тело, только нога, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Да, Вселенская Церковь – это не только Русская Церковь. Вселенская Церковь – это все патриархаты, все поместные церкви, все христиане, верующие в Святую Троицу и в Бога Человечества Христа, исповедующие православную веру. Мы не можем замыкать пространство церкви в формате некого определенного места. Вот такое мясничковое представление было у иудеев. Но это неправильно. Церковь – это вселенский организм. И действие Духа Святаго, оно не всегда только в Церкви. Сам Христос говорит, Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а откуда приходит и куда уходит, не знаешь. Действие, призывающее благодать и Дух Святой, касается всех нецерковных людей – и сатанистов, и масонов, и сектантов, всех, потому что призывающая благодать – это попытка достучаться до каждого человека. И Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Говоря «все», он имеет в виду и тебя, и меня, и тех людей, которые никогда не заходят на библейский портал «Экзоген». А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. И не может глаз сказать руке «ты мне не надобна» или также «голова ногам», «вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенье. И неблагообразные наши, то есть члены, более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Лицо открыто, руки открыты. Но Бог, резюмирует апостол Павел, соразмерил тело, внушив о менее совершенном больше попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. И нету боли и страшного греха, чем грех раскола, когда тело Христово раздирается во имя политических амбиций, собственной гордыни, собственного раздражения, собственных предубеждений. Как известно, грех раскола не смывается даже мученической кровью. Святитель Василий Великий пишет, «У кого не соблюдается единомыслие, не оберегается союз мира, не сохраняется кротость в духе, но находится разделение, распоря и зависть, таковых было бы слишком дерзко назвать членами Христовыми или сказать, что они под властью Христовой. Но в простоте сердца можно смело утверждать, что там владычествует и царствует плотское мудрование». Это из трактата Василия Великого о Суде Божьем. То есть те, которые идут путем раскола. Кстати, раскол – это почти всегда обоюдный процесс. Это почти всегда ошибки, допущенные с двух сторон. И умиротворение раскола – это всегда обоюдное согласие. Помните, как решался вопрос с русской православной зарубежной церковью? Мы многие-многие любили и любим эту церковь. Это церковь Иоанна Максимовича, это церковь отца Серафима Роузы, архиепископа Аверкия и других. И решался вопрос, а может ли соединиться Московская патриархия, наша мать-церковь, к зарубежной церковью? И кто тогда и к кому будет присоединяться? То ли зарубежная церковь будет присоединяться к патриархии, то ли патриархия будет присоединяться к зарубежной церкови. В этом случае было бы установлено, кто был в расколе, а кто не был. Но решение было найдено более правильное. Это было объединение. Объединение. Ибо иногда разделение, которое происходит по политическим мотивам, меркантильным мотивам, они не доходят до сути церковного, мистического единства и фактически не могут разделить церковь. И хотя некоторые церкви иногда выглядят находящимися в каком-то расколе, но они едины во Христе. Ибо, как часто я говорю, в некоторых случаях наши перегородки до небес не дотягивают. Павел пишет, «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, опоры члены». То есть мы разделяем радость друг с другом, потому что это один организм, и мы разделяем боль друг друга. Это один организм, и мы не существуем сами по себе. Смотрите, что пишет апостол Павел в послании к Галатам. Это 6 глава, 1-2 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового, в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Если у братьев наших боль, трагедия, беспокойство – это наша боль, это наша трагедия, это наше беспокойство. Мы призваны к тому, чтобы носить бремена друг друга. Только так мы можем исполнить закон Христов, а закон Христов – это закон любви. который призывает нас преодолевать любые разобщения. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Иногда враждебные чувства возникают между поместными церквами, и даже кто-то ведет себя враждебно по отношению к нам, и мы тоже ведем враждебное действие по отношению к другим. Это не путь Христов. Блаженный Августин пишет, это его трактат о пользе поста, «Разве не дрожали бы все члены твои, если бы ты вывихнул палец, и разве не поспешил бы ты к врачу, чтобы палец вправить? Действительно, тело твое тогда в порядке, когда все члены его находятся в согласии, тогда о тебе скажут, что ты здоров, что ты хорошо себя чувствуешь». Действительно, если палец сломался, поврежден, вывихнут, казалось бы, а при чем нога там? Какой-то палец, может быть, только мизинец. Нет, все взаимосвязано. И Павел продолжает тему о различных служениях в церкви с 28 по 31 стих. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Не останавливается на одном или другом даре, но исчисляет все до последнего, выражая или то, что всем нельзя иметь всего, как и прежде он говорил, или вместе с тем, присовкупляя к слову утешение еще нечто другое». Что же такое? То, что и меньшие дары, подобно большим, равно должны составлять предмет стараний, потому что они даны на общее благо. Итак, братья и сестры, сегодня мы закончили с вами исследование 12 главы первого послания к Коринфянам, первоверховного апостола Павла. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать и исследовать 13 главу. 13 глава рассказывает о законе Христа, о законе любви. 13 глава – это гимн любви. 13 глава – это сердце всего библейского откровения. «Ибо любовь никогда не перестанет». Но об этом в следующий раз, если будем живы, Господь позволит. Подписывайтесь на библейский портал «Акзагет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok